Дагестанцы и российская армия Временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев мало появляется на экране, тем не менее работа продолжается. Принимает он свои загородные резиденции. Министры заактивничали, но анонсированного общественностью назначения премьера правительства не случилось. Тем не менее 13-я сессия была активна и шумна. В сессии дагестанского парламента, как правило, политические действия скучные и протокольно ровные. В этот четверг один из отцов дагестанской политики, он же спикер парламента, Хазир Шахсаидов, попытался нарушить идиллию политического мероприятия. Знаете, у него получилось. Депутаты оживились, у СМИ появилась тема и повод не уснуть и не уйти с заседания, а дослушать спич спикера до конца. Критике подверглась счетная палата республики, которая, как бы, судя по сводкам СМИ, активизировала свою деятельность с момента вступления в должность в Рио главы республики Владимира Васильева. Тем не менее, спикер парламента на правах Аксакала дагестанской политики наезжает на счетовода в республике. Не устраивает Шахсаидова подбор кадров в палате, который сплошь дети крупных чиновников. И как они будут проводить честно проверки, возмущается спикер. Если уж на чистоту и говорить о честных проверках, то, к слову сказать, честно проводить проверки в Дагестане мало кто может. Разве кто-то по отмашке сверху, мол, фас, можно? Мы помним честных милиционеров, которым звонили дяди потерпевших, не будем уточнять, из каких структур дяди. Помним честных прокуроров, которым не давали завершить дело в отношении злодея. Следователи честные, где вы? Куда девается потом мотивация на честность, мы тоже понимаем. После того, как честного одергивают далеко нечестные. В Дагестане, где если не брат, то сват, кунак, односельчанин и сослуживец, сложно проводить проверки. Пророческий призыв идти по пути справедливости до конца тут утопает в кумовстве. Не может быть честная только счетная палата. Должны быть честными все. Если регулярно совершают злостные преступления какое-либо лицо или группа, то и проходить мимо нельзя. И нельзя отрываться на бедолагах ради показателей и постылых цифр. Зерите в корень. Атика Магомедова побывала на сессии. Остальные подробности у нее. Гимн России и Дагестана. Традиционную тишину и протокол сессии народного собрания на этот раз нарушил спикер дагестанского парламента, выразив свое недовольство в адрес нескольких министров, которые покидают собрание до его окончания. Министру здравоохранения, культуры, образования. Вас не было на сентябрьской сессии во второй половине. Мы работаем, это наша работа, мы за это получаем заработок вклад. Поэтому надо здесь находиться. Пока журналисты ждали появления в Рио главы республики Васильева и возможного представления нового главы кабинета министров, хизры Шихсаидов, как говорится, взял в руки кнут. Одна за другой пошла критика в адрес чиновников, в том числе и муниципальных глав, у которых, по словам Шихсаидова, количество замов доходит до 10 человек. И еще такие крайности есть. Вот я не знаю, кто за эту работу отвечает у нас по кадрам. Вы посмотрите, в отдельном муниципальных образованиях и министерствах по 6-11 заместителей. Чем они там занимаются? Не обошел стороной спикер и раздутый чиновничий аппарат. По словам Шихсаидова, по Махачкале чиновников было порядка 250, а стало 800. Для чего такая армия людей? С таким дотационным бюджетом для республики. Но тут же Шихсаидов положительно отметил городскую власть, сказав, что в мэрии лучше стали реагировать на пожелания Белого дома. В пример, он привел планы на участок около памятника Эфендикопиеву. Вот по улице Гамзатова, то, что там возле памятника Эфендикопиеву собирались строить там жилой дом или что-то, это все приостановлено, этого не будет. Там будет аккуратнее какое-то одноэтажное, полуэтажное здание, которое будет там небольшое, а так вокруг будет сад, деревья, так и потом. Но здание там все же будет. Непонятно одно, какая разница, одноэтажное оно или многоэтажное. Критики на 13-й сессии подверглись многие министры и ведомства. То ли число 13 неудачное, то ли розовые очки спикера разбились, и он прозрел. Затронул Шихсаидов и кадровый вопрос. Престыдил министров, которые трудоустраивают своих детей на госдолжности. Несколькими днями ранее спикер парламента жестко высказался о том, что охрана положена только главе Дагестана, и призвал чиновникам обходиться без нее. Теперь в молодой счетной палате создали филиал правительства. Вы посмотрите списки, кто там работает. Все дети, те, кто работает между министрами, там что-то, что-то. Они проверяют будут их, что ли? Поднимите списки, почитайте, мне просто стыдно, что я читаю эти фамилии здесь. Сами же надо думать. Надо прекращать эту систему. Она же во время это работает. Вот с нашим менталитетом мы так далеко пойдем. Идите на выборные должности, создавайте производства, предприятия, малые, средние. Это что такое? Ну давайте все начнем пользоваться своими креслами, везде будут бежать своих родственников, близких, родных. В самой счетной палате не спешили комментировать, чьи же фамилии в этом списке и для чего формируют второе правительство. Отговорились с тем, что такие вопросы по телефону не задают. Такие вопросы задаются, что неудобно отвечают даже. Результаты проверок и опросов пациентов в больнице Ногайского района удивили не только спикера парламента, но и отправившегося туда во главе с внушительной делегацией, в Рио вице-премьера, министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова. Выяснилось, что там вообще нет лекарств. 167 миллионов рублей предусмотрены на оказание услуг по текущему году, из них большая часть уже поступила. Ну и конечно главный врач, он уже ушел по факту отсутствия лекарственных средств и многих других хищений, это возбуждено уголовное дело. Отсутствие лекарств и хищение средств выделенных больниц не единственная проблема в Ногайском районе. Другая проблема – 60 тысяч гектаров земли, которые пользуются хозяйством из горных районов, за аренду и использование этих земель, как оказалось, муниципальный бюджет не получает ни копейки. Эти проблемы ранее сбудоражили Ногайское население, так что поднимали их на Соловьем съезде. И эта территория, Ногайское, как и другие территории, от использованных указанных земель не имеет практически ничего, кроме нагрузки на саму территорию и на все другие вопросы, в том числе здравоохранение, образование, здравоохранение, коммунальные услуги и так далее. Действительно, правительство несколько вариантов разрабатывается по возмещению расходов, в том числе от аренды. Традиционный правительственный час, в рамках которого выступил в Рио министр сельского хозяйства Дагестана Керимхан Аббаса, вызвал непривычную активность депутатов. Парламентарии засомневались – по рогам или по головам считают дагестанских абиц. Мы 100% гарантию, не сельхоз, по данным, которые получают от личных подсобных хозяйств, гарантировать не сможем. Потому что за этот пост дают гарантию сельские советы, главы районов. Мы сможем гарантировать те хозяйственные сельхозпроизводители, которые от нас получают государственные субсидии. Тем не менее, выступивший следом в Рио премьер-министр Дагестана Абдусамат Гамидов также добавил, что прошедшая недавно всероссийская сельхозперепись подтвердила численность овцепоголовья республики. На сессии Народного собрания прозвучали и другие проблемные вопросы, в том числе водоснабжение города. Кизляра, образование и низкая квалификация директоров школ республики, а также кадровая политика в муниципалитетах. Ведомство настоятельно рекомендовали согласовывать назначение своих представителей в районах с главами муниципалитетов. Проблем, как оказалось, много, однако Гамидов заявил, все обязательства, которые мы брали на себя, до конца года будут выполнены. Остается надеяться, что в Рио главы Дагестана даст кабинету министров такую возможность. Атикат Магомедов, Гелач Курбаналиев. Специально для итогов недели. Кстати, на сессии Народного собрания депутаты отклонили протест исполняющего обязанности прокурора республики на отдельные нормы закона республики от 22 сентября 1999 года номер 15 о запрете ваххабистской и иной экстремистской деятельности. Сделано было это тихо, без дискуссий и обсуждений. Уже давно идут попытки ударить по этому закону как противоречащему конституции. Между тем, Саудовская Аравия, чувствуя мировую конъюнктуру, стыдится своего ваххабизма и объявляет плюрализм мнений и многообразие религиозных школ. Для Дагестана закон имеет принципиальное значение. В 1999 году в республику вторглись интервенты, исповедующие именно ваххабистскую идеологию. Под ее знаменами они убивали и были готовы и дальше убивать, если бы не российская армия и дагестанское ополчение. Поэтому, когда мы говорим о конституционной стерильности, надо бы подумать и о человеческой крови. О цене мира на Кавказе. Начался осенний призыв. Молодые дагестанцы на плацу готовятся уехать, отдавать долг родине. В последние годы количество призывников в Дагестане уменьшилось в 10 раз. Это не то, что наши уклоняются отдать свой священный долг. Это потому, что что-то произошло в политике страны, которая решила не адаптировать буйных горцев-солдат в военную среду, а резко сократить их количество, мол, меньше головной боли. Это печально, конечно, что проблема решалась именно таким образом, так как дагестанцы истори хорошие воины, и центру бы использовать этот генный код прирожденных бойцов. Проблемы здесь и в семьях, откуда выпархивают орлята, не всегда приученные жить в иных средах, а тем более в воинских частях, где понтам и бахвальству нет места. Здесь надо служить и выполнять приказ командира. С начала года 25 уголовных дел в отношении наших военнослужащих. На неделе боец из Белиджи Дербенского района Марат Гаджиев расстрелял четверо своих сослуживцев. А еще ранее, в конце сентября, из автомата убил троих военнослужащих дагестанец Гасан Абдулахадов. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. И тут впору задаться вопросом, что происходит в армии, что происходит с дагестанцами. Повод взглянуть на себя, но и повод общественности и власти активнее заниматься тем, что происходит там, за кордоном, в воинских частях. О проблемах службы в армии и буднях призывной кампании в материале Хадижи Курбановой. Эти команды новобранцы военной форме будут слышать весь предстоящий год. Сегодня у 20 призывников официальное построение перед отъездом в армию. Еще более тысячи будут отправлены до конца декабря. Это вся осенняя призывная кампания в Дагестане за 2017 год. А ведь было время, когда эта цифра доходила до 15-20 тысяч. Попасть в армию сегодня – дело непростое. В республике к призыву на военную службу подлежат более 60 тысяч человек, а квота всего – тысяча. Отсюда и возникают специальные списки, либо отбор производится на конкурсной основе. Служить хотел с детства. Пришла повестка, обрадовался, прошло медкомиссию. Результаты показали, что я здоров, что я годен. Но о том, что меня в армию возьмут, мне никто не говорил. Цеплялись за незначительные проблемы со здоровьем. Говорили, что мест совсем нет. Я понял, что меня просто так в армию не возьмут. Чтобы попасть в армию, молодому человеку пришлось изрядно попотеть, а если быть точнее – потратиться. Оказаться в числе военнослужащих стало возможным только через кассу. Да наши все ребята практически едут, чтобы остаться по контракту. Платят все, но каждый платит по-разному, смотря к кому ты обратишься. К такой уже стандартной системе привык каждый дагестанец. Но, конечно же, так было не всегда. Есть мнение, что ограничение призыва в армию дагестанских юношей связано прежде всего с их дисциплиной. Ряд случаев, характеризующих дагестанцев с неблагоприятной стороны, не мог остаться незамеченным. Вот подходят к парню-сослуживцу и говорят, дай-ка телефон посмотреть, дай мне телефон, дай мне на недельку его. Или подходят и говорят, положи мне деньги на мой телефон. Или еще что-нибудь вымогают. Это, я считаю, самая такая омерзительная статья, по которой мне даже бывает стыдно защищать наших ребят. Не хочешь – заставим, не можешь – научим, гласит армейский девиз. Только вот дагестанцы к такому совсем не привыкли. У них на этот счет свои правила и порядки. Неуставные отношения – одна из самых распространенных статей, за которые дагестанские юноши попадают из армии в тюрьму. Уголовных дел у нас где-то более 35, допустившим правонарушения военнослужащим, призванными из республики Дагестан. Статистика правонарушений дагестанцев в армии неутешительная. Однако можно ли считать, что сокращение числа призывников связано исключительно с поведением представителей страны ГОР? Давайте будем ставить, допустим, на тысячу человек, сколько положительных, сколько позитивных, отрицательных примеров. Можешь так тоже поставить вопрос. И тогда просто-напросто общество скажет, да, друзья мои, эти горцы, раз таким характером, горячей кровью, и где-то, может быть, со своими традициями не могут сразу вписаться. Почему мы не говорим о том, что поведение командиров на местах? Есть же, это тоже, вы не думайте, что есть и провокации. Обучиться военному делу для многих дагестанцев – мечта детства. Отдать долг отчизни ребята желают, но большинство из них сегодня этой возможности лишены. Защищать придется Дагестан, Россию, как будто-то. Его лишили конституционного права. Какими-то циркулярными формулярами. Кто-то сказал, где-то кто-то мнение создал, кто-то колючей проволокой оградит Северный Кавказ. Проблема стоит на месте. Призывников с Дагестана не становится больше. Ситуация требует переоценки со стороны федеральных властей, как минимум для недопущения образования пропасти между этим регионом и остальной страной. Чем вызвано снижение количества призывников? Ответ на этот вопрос у каждого может быть свой. Очевидно, что проблемы с выполнением призывных норм наблюдаются почти во всех регионах России. Но там, где молодежь открыто заявляет о том, что хотят пойти в армию, почему-то накладываются ограничения или полные запреты. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Гелач Курбан-Алиев, телеканал ННТ. Специально для итогов недели. В век глобализации неудивительно, что мы перенимаем обычаи, модели поведения и празднества других народов. Возможно, в этом нет ничего странного и страшного. При этом мы должны крепко держаться своих культурных основ. Это очень важно для молодого поколения, для неокрепшего разума. Тем более, что кавказской культурой восхищаются все, кто прикасается к ней. Культурологи, путешественники, историки и даже завоеватели. Сколько захватчиков мы перемололи в своих этнокультурных жерновах. Кавказская и дагестанская культура, она с мощным духовным стержнем. Наш моральный императив – это яхнамус. Все, что выбивается на фоне потока нашей этнокультуры, на мой взгляд, должно быть отброшено. Мы готовы изучать их опыт. Но, пожалуйста, не навязывайте. Обезьянничание нам не подходит. Вот еще бал сатаны в стране войны во имя Бога, где чтят пророков больше, чем в какого бы то ни было мусульманской или христианской стране. Это действительно странно. Хэллоуин – псевдокультурная отрыжка Запада. Не будем спускаться с гор духовности в норки присмыкающихся. Пусть этот праздник отмечают кто хочет в кругу своей семьи. У нас ведь свобода совести. Но дагестанцы сами, кого хотят, научат праздника. У нас они, в отличие от других, святые и наполненные духовным смыслом и светом. А попытка всколыхнуть дагестанского общества псевдокультурной интервенцией – материаль Абдулла Алиева. Праздники бывают разные. Молодежь падка на культурные нововведения. Дагестан – не исключение. На неделе социальные сети взбудоражила весть о проведении некого балла сатаны, кстати, приуроченного к древнему кельтскому празднику – Хэллоуин. Хэллоуин считается современным праздником, однако он восходит к древним языческим традициям кельтов Ирландии и Шотландии. Его празднуют на территории англоязычных стран в канун Дня Всех Святых – в ночь на 1 ноября. По поверью, в эту ночь вся нечистая сила проникает в наш мир, и чтобы они не причинили людям вреда, нужно провести ряд разных ритуалов. До сих пор на севере Шотландии и Ирландии принято проводить церемонии для успокоения мертвых. Первоначально этот праздник был календарный и аграрный. Со временем он стал праздником, посвященный Самхейну. Это бог смерти, бог князь тьмы в кельтской мифологии. Отмечали этот праздник в ночь с 31 октября на 1 ноября. Разжигали костры в дубовых рощах, друиды. Приносили жертвоприношения потусторонним силам. Главным символом праздника является так называемый светильник Джека. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловещее усмехающееся лицо. Внутрь тыквы помещается зажженная свеча. Этот светильник служит якобы оберегом. В действительности этот символ подразумевает отрезанную голову и имеет не совсем благополучную историю. По одним данным, эта тыква является оберегом от этих злых сил, которые проникают в наш мир из потустороннего мира. А по другим сведениям, эта полая тыква символизирует голову Джека. Был такой персонаж, который продал душу дьяволу, и эта тыква символизирует его голову. В конце 20 века в ходе глобализации мода на атрибутику Хэллоуина дошла до большинства неанглоязычных стран Европы и СНГ. В наши дни он отмечается маскарадными вечеринками, на которых принято облачаться в образы нечисти. В ночных клубах или, значит, 31 октября, скажем, стали отмечать в виде костюмированных баллов, в виде такого, значит, времяпровождения веселого. Там присутствует еда. Это, значит, адская еда и коктейли. Цвет этого праздника оранжевый или черный. Вот. И, значит, они должны переодеваться вот в деймонов, в вурдалаков, значит, в оборотней, в ведьм. Наш горный край, к сожалению, не стал исключением. И у нас нашлись те, кому забавно отпраздновать иностранный праздник. Название мероприятия говорит само за себя – Бал Сатаны. Организаторы призывали всех желающих окунуться в пространство ужаса и смеха, где зло и черная магия правят балом. С точки зрения того, что нам оставили наши достойные предки, в том числе великий имам Шамиль, нам, конечно, начиная с себя, я это говорю, нам всем должно быть стидно то, что мы, вместо того, чтобы мы должны сохранить то великое наследие, которые нам оставили наши предки, мы уничтожаем это наследие. А уничтожать надо стереотипы, которые о нас, значит, сложились по всему России, даже в странах СНГ. Наша вина – вина старших, более старших людей, чтобы мы правильно не преподносим нашу историю, наше наследие нашему молодому поколению, нашему будущему. Бал сатаны, темная магия и зло – все то, чего человек, по сути, должен сторониться, преподносится в форме игры и забавы. Лидеры всех конфессий в нашей стране долгое время пытаются добиться запрета на этот праздник. Довод у них есть. Ведь основа этого торжества идет в разрез не только с их религиозным уставом, но и с общечеловеческими ценностями. По большому счету никакой традиционный представитель религии не может говорить о том, что это мероприятие является праздником. Это является поклонением сатане в той или иной форме. Поэтому крайне негативное, конечно, отношение к таким мероприятиям, в том числе на нашей земле. Очень печально видеть тот факт, что у нас здесь, в нашей стране, где всегда были люди достаточно религиозных убеждений, проводятся такие мероприятия, действительно, культовое поклонение в той или иной форме сатане. Конечно, те молодые люди, которые проводят эти мероприятия, они не понимают суть. Но от этого суть дела-то не меняется. Мы видим сегодня в соцсетях, как дагестанцы активно осуждают проведение любых мероприятий, посвященных этому празднику. Но есть те, кто находит ему оправдание, считая это обычным весельем. Одни, вспоминая свою историю и устоявшиеся духовные ценности, проявляют несогласие. Другие, игнорируя свое происхождение и этнокультурные корни, одобряют. Конечно, странно, что к нам приезжают и проводят такие мероприятия, которые вызвали бурю негодований в социальных сетях. В то же время, наверное, это печально признавать, это особо неудивительно. Почему? Потому что, в принципе, когда мы должного внимания не уделяем как раз-таки тому богатству, которое мы имеем, то есть тому духовному, культурному богатству, наследию Дагестана, нам навязывает, скажем так, чуждые нам ценности. В данном случае праздник. Поэтому нам нужно, начиная с семьи, заниматься, популяризировать свои традиции, свои обычаи, свою культуру, быт, наследие. И тогда, поверьте мне, даже какие бы хэллоуины, какие бы баллы сатаны сюда не приезжали, они просто не будут пользоваться популярностью. Мультикультурное мировоззрение. Хорошо. Взаимное слияние культур. Отлично. Только с одним лишь условием. Если мы не будем заменять одной культурой, другую, собственную, горскую, лучшими образцами которой восхищался весь мир. Дагестанский инноватор и изобретатели, объединяйтесь. Исключительно для инновационной революции. У робототехники в республике есть свои умельцы и первые ласточки. О том, будет ли в Дагестане Кремниевая долина, с некоторых пор говорят все активнее. Почему нет? Если в индийском Бангалоре можно, а в Дагестане нет. Индия, где еще живы касты и низкий уровень социальной организации. Я верю в светлое инновационное будущее республики. Если вы все еще сомневаетесь, возможно, следующий сюжет Зумруд Гамидова вас переубедит. Заменит ли робот человека? Новейшие технологии стремительно меняют нашу жизнь. Искусственный интеллект, роботизация и другие инновации не только помогают людям решать различные задачи, но и заставляют людей менять работу и осваивать новые навыки. Дагестан является одним из самых инновационно активных регионов России. Действительно, изобретателей у нас немало. Одни очень актуальны, другие поражают своей оригинальностью. Так, к примеру, в Дагестане создали боевых роботов. Изобретатель из Махачкалы Расул Кишо запустил первый в республике игровой автомат собственной разработки. Принцип работы – заплатить 20 рублей, управляя роботом попытаться одолеть машину соперника. Этот аппарат окупился примерно через полгода, то есть его себестоимость, стоимость комплектующих окупилась через полгода. Но расходы еще потрачены на разработку, на дизайн, на промышленный дизайн. Полгода мы потратили на создание прототипа и полгода ушло на то, чтобы сделать такой продукт. Целевая аудитория у нас была где-то от 10 до 15 лет и этим детям эта игрушка очень нравится. Расул Кишо является резидентом бизнес-инкубатора Перри Инновации. Выходить из села Кубачи не пошел по следам родителей, занимающихся ювелирным мастерством. Изобретатель с детства испытывал тягу к науке и технике. Стол, на котором сражаются роботизированные машины, собирают вокруг себя очередь из любопытных ребят, желающих испробовать новое развлечение. Мне понравилось гонку, когда стреляют ракеты, молнии, снежинка, это все. А вот Сагитав Сагитов увлекся этим занятием не так давно. Ровно два года назад юноша решил впервые создать свое приложение на форуме разработчиков. После чего понял, что нашел свое дело. Мой проект это была игра, которая была разработана на одном из хакатонов Перри. И она была представлена на этом конкурсе, где и заняла первое место, можно сказать. То есть я недолго этим занимаюсь. Мне просто было интересно и легко это давалось. После первого удачного опыта Сагитав представил игру собственной разработки. Особенность ее в том, что визуальный стиль создается компьютером, а не художниками. На созданных приложениях Сагитав останавливаться не планирует и уже готовится к следующему хакатону. А во всех начинаниях юноша оказывает поддержку бизнес-инкубатор Перри инновации. Фонд помогает молодым проектам пройти путь от идеи до успешно работающего бизнеса в области IT-технологии. Наша основная задача это выявлять на таких мероприятиях талантливые команды, помогать им развиваться и возможно искать какие-то идеи. Очень часто командам на ранних стадиях трудно развиваться, потому что они не знакомы с методологией, они не знают, как дальше его продвигать, что должно быть следующим шагом. И тут мы являемся для них небольшим ориентиром, который показывает, какие есть возможности и в каком направлении можно двигаться. Генератором инновационного прорыва в Дагестане является российский бизнесмен Зьевудин Магомедов. В мае этого года по приглашению предпринимателя в республику приехали лучшие разработчики из Америки. Руководители крупнейших международных компаний проводили отбор на обучение в Кремниевой долине. Кроме того, в республике все активнее распространяется робототехника среди младшего поколения. Ребенок увлеченно занимается изобретением чего-то нового. Что еще нужно родителю? Ведь его чадо занято не бессмысленной тратой времени, а полезным и увлекательным делом. Дагестанцы будущего создают прорывные технологии, а основам IT маленьких гениев теперь обучают и в недавно открывшемся технопарке. В кванториуме создана уникальная среда для развития ребенка. Задачей проекта является ранняя подготовка кадров в сфере инженерных наук. Ученики могут проводить различные эксперименты и демонстрировать свои опыты. Это как бы наш контроллер. Отсюда мы будем видеть все, что видит коптер через камеру. Здесь мы можем включать наш GPS-трекер и можем выяснять, где наш квадрокоптер находится. Сколько времени у тебя выделает? Не знаю. Часа два, наверное, или более. Человекоподобный робот в современном мире уже далеко не фантастический персонаж. Он все активнее вмешивается в жизнь человека. Однако стоит помнить, что они не живые, а созданные нами устройства. И это ничто по сравнению с человеческим гением. Мы также будем ходить на работу, играть в футбол, любить, дружить. А робот поможет сделать нашу жизнь еще удобнее и комфортнее. Зумруд Гамедова, Даут Гасанов, телеканал ННТ. Специально для итогов недели. Это были итоги недели по версии нашего телеканала. Все у нас будет. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова